Всем привет! Samsung в этом году решили серьезно взяться за рынок бюджетных и среднеценовых смартфонов и представила линейку устройств А. У нас на обзоре уже было сравнение А30 и А50. Сегодня пришло время обозревать А20. Посмотрим, на что способен аппарат на сумму чуть более 12 тысяч. Комплект поставки у смартфона довольно стандартный и никаких сюрпризов в себе не несет. Документация, скрепка для сим-лотка, кабель Type-C и блок с быстрой зарядкой 15 Вт. Так как это Samsung, то чехла и наушников в комплекте нет. Будьте добры, покупайте отдельно. И еще, при покупке гаджетов у нас вы получите дополнительно множество приятных бонусов. Подробности на видеошопер.ру. Переходим к внешнему виду. Выглядит смартфон, на мой взгляд, весьма свежо и, честно сказать, не ждешь от корейцев столь смелого дизайна. Да, материал на задней крышке не совсем премиальный, это глянцевый пластик. Но стоит признать, что времена металлических смартфонов постепенно уходят. Нынче в моде стекло и пластик с его имитацией. На задней стороне мы видим двойную камеру, вспышку и чуть ниже овальный, а не круглый сканер дактилоскопии. Аппарат также можно разблокировать через распознавание лица. Лицевая сторона выполнена по всем современным канонам. Широкоформатный безрамочный экран с каплей вырезом сверху и небольшим подбородком снизу. Рамки по краям умеренного размера. На верхнем торце расположился микрофон шумоподавления. Слева лоток для двух сим-карт и карты памяти. При этом можно сразу установить все элементы. Справа клавиши включения и громкости, а снизу микрофон, мультимедийный динамик и порт Type-C для зарядки. К аппарату по качеству сборки претензий не имеется. Все детали подогнаны идеально. Если говорить про эргономику, то ввиду глянцевой задней крышки в руке смартфон лежит не слишком уверенно. Именно поэтому я рекомендую озаботиться чехлом. Экран устройства довольно-таки большой по современным меркам. 6,4 дюйма. Правда, разрешение не самое выдающееся. 1560 на 720 точек. С другой стороны, матрица Super AMOLED наверняка порадует вас яркими и насыщенными цветами не только в помещении, но и на улице. В настройках традиционно можно изменить цветовую температуру и включить фильтр синего цвета для защиты глаз от вредного излучения. Остальные настройки традиционны для устройств южнокорейского бренда. В качестве оболочки выступает One UI на базе Android Pie. Она более симпатична, нежели ее предшественник Experience и при этом никуда не делись возможности кастомизации. Конечно, до MIUI или EMUI ей далеко, но элементарно жесты вместо наэкранных клавиш включить можно. Что касается скорости работы оболочки, то тут также проблем не наблюдалось. Все приложения открываются достаточно быстро и не перезагружаются в памяти. Аппарат умеет работать со всеми современными беспроводными стандартами. Он отлично ловит 4G, а также быстро ориентируется по спутникам. Не забыли и про Bluetooth 5.0 и NFC, что для А бренда привычное дело, а вот пользователи зачастую лишены данных опций. Соответственно, Samsung очень грамотно сделали, что установили NFC. Связь аппарат держит вполне стабильно. Случайных обрывов не было. Звучание из основного динамика одиночное, стереоэффекта нет. Оно громкое и без особых проблем дает возможность насладиться рингтоном вызова или послушать музыку через плеер или YouTube. Запас громкости присутствует. Что до звучания в наушниках или Bluetooth, то при помощи эквалайзера можно еще докрутить звучание до состояния отлично. Запас громкости для шумных мест также присутствует. За производительность этой модели отвечает восьмиядерный чипсет Exynos 7884 с максимальной частотой 1,6 ГГц. Безусловно, это небольшая частота, но думаю, что переживать из-за этого явно не стоит. Оперативной памяти 3 ГБ, а внутренней 32 ГБ, которые можно легко расширить картой памяти. В итоге данная связка выдает в Antutu около 95 тысяч баллов. Показатель более чем достойный, тем более, что и цена не самая высокая. Конечно, максимальные настройки графики тут ждать не стоит, но на средних все идет как нельзя хорошо. Нагрев, конечно, присутствует, но он не доставляет дискомфорта. А вот аккумулятор однозначно порадовал. Целых 4 тысячи миллиампер часов, которые при использовании вытекают в полтора-два дня свободы от розетки. Присутствует быстрая зарядка, что позволяет зарядить аппарат примерно за 110 минут. Просмотр видео доступен на протяжении 15 часов, в то время как с играми этот показатель естественно меньше – 6 часов. Основная камера в устройстве двойная – 13,5 мегапикселей. Диафрагма основного сенсора равна f1.9. Естественно, присутствует возможность размытия заднего фона. Если говорить про качество, то в целом оно очень приличное. Конечно, ночью много шумов, но вспоминаем, что перед нами далеко не флагман. Снимки днем обладают хорошей детализацией, да и с контрастом все в порядке. Запись видео доступна с максимальным разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду. Фронтальный модуль довольно средний – 8 мегапикселей. Впрочем, для социальных сетей результат вполне приемлемый. Для съемки в темное время вспышку заменяет непосредственно сам экран аппарата. Примеры фотографий вы можете увидеть далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В итоге мы получаем стильный смартфон с достойными характеристиками. Конечно, минусы присутствуют, но, блин, перед нами бюджетный аппарат от Samsung с NFC. Некоторые конкуренты и этого не имеют. Так что, если вы хотите приобрести А-бренд, то советую обратить внимание на Galaxy A20. Спасибо, что смотрели наш обзор. Совсем скоро на канале новые видео, а значит, самое время подписаться. До новых встреч!